Добрый вечер! Что год грядущий нам готовит? Руководители Брещины подводят итоги и определяют перспективы. В городе над Бугом прошла сессия областного совета депутатов и внеочередной исполком. Откровенный разговор. Глава региона провел двухчасовую пресс-конференцию для руководителей средств массовой информации области. Новый облик историко-культурного памятника. Брестский железнодорожный вокзал встречает пассажиров во всеоружии. Пульс, сердцебиение, дыхание, ритм жизни. Все о танце и о новом лечении танцотерапии. Обо всех этих событиях мы расскажем вам прямо сейчас. Декабрь – традиционное время подведения итогов года. И в первую очередь экономических. С какими результатами Брестская область заканчивает текущий 2013-й и что ставит в приоритет на 2014-й год, накануне обсуждали руководители всех отраслей экономики в ходе совместной работы сессии областного совета депутатов и внеочередного заседания областполкома. О социально-экономических показателях региона, о недочетах, победах и перспективах работы предприятий всех форм собственности Брещины расскажет наш следующий сюжет. Подводя итоги, председатель Брестского областного исполнительного комитета Константин Сумар отметил, что минувший год выдался непростым. Замедление мировых темпов роста экономики негативно отразилось и на финансовом состоянии Брестского региона. В связи с этим основные усилия органов власти были направлены на решение задач по обеспечению сбалансированности экономики за счет проведения модернизаций, поисков новых рынков сбыта, повышения производительности труда и, как следствие, повышения заработной платы населения. Предпринятые руководством меры дали неплохой результат. В текущем году позиции области среди регионов республики по большинству показателей социально-экономического развития значительно улучшились. Сегодня область лидирует в республике по темпам роста экспорта, входит тройку лидеров по темпам роста валово-оригионального продукта, по инвестициям в основной капитал, по объемам ввода в эксплуатацию жилья. Положительные темпы роста по сравнению с прошлым годом получены по большинству показателей социально-экономического развития. Объем внутреннего регионального продукта за январь-октябрь составил почти 49 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 2,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В целом экономика региона работает эффективно. Об этом говорят лидирующие позиции области по таким показателям, как доля добавленной стоимости при выпуске продукции. Второе место после Минска и Минской области. На 1000 рублей затрат экономикой формируется 440 добавленных рублей. Положительные темпы роста производительности труда. С хорошим результатом регион подошел к концу года по импортозамещению. Вместе с тем обеспечить выполнение установленного правительством прогноза по приросту ВРП не удалось. На это в немалой степени повлияли и не самые высокие показатели работы аграрии в области. Что касается сельскохозяйства, то, конечно, этот год складывался не очень хорошо. Трудно. Сельскохозяйственные сельскохозяйственные организации области, как и в республике в целом, не удалось нам нарастить объемы растеневодческой продукции. Выполнено только одно задание по производству льного волокна. В текущем году по причине не было приятных погодных услуг, конечно же, погибло около 8% зерновых и зернобобовых, 7% сахарной свеклы, 11% картофеля и около 4% зимарапса. И его врожайность в конечном итоге мы получили ниже, чем в прошлом году. И к уровню прошлого года мы недополучили около 300 тысяч тонн зерна яровых колоссовых культур, 130 тысяч тонн сахарной свеклы, 60 тысяч тонн картофеля. Хотя, если взять государственные заказы, мы выполним, никаких тут вопросов к нам нет. И если взять, мы об этом знаем, именно по результатам уборки зерновых областного признано передовой или победителем на республиканском уровне. Но мы должны понимать одно, что если бы мы работали хуже по экономике, потому что это такой интегрированный показатель, не только рост производства зерна учитывается, но и экономика учитывается. И именно благодаря тому, что мы в экономическом плане намного лучше имеем результаты и работаем, чем в любые другие области, мы по этому интегрированному показателю вышли снова на первое место в республике. Поэтому нам надо в этом направлении работать. Я имею в виду эффективность нашей работы, поправлять экономику еще лучше. И в то же время, в будущем году надо серьезно посмотреть на фаловые сборы сельхозкультур. Задачи социально-экономического развития региона на 2014 год сформированы с учетом показателей, которые были заложены правительством в предварительные расчеты и оценки возможностей области в целом. Нереальных среди них нет, и каждый руководитель должен сделать все возможное для их выполнения. В частности, запланировано существенное наращивание темпов экспорта товаров и услуг и привлечение прямых иностранных инвестиций как основных мер, способствующих росту экономики. На 2014 год доводится 4 целевых прогнозных показателя и 2 индикативных. Целевым я назову экспорт товаров без учета нефти и организаций республиканской подчеркновенности – это 110%. Мы в этом году намного больше имеем, поэтому в какой-то степени с учетом даже сложности для нас эта цифра выполнима. Экспорт услуг без учета организации республиканской подчеркновенности – это 113%. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе, а мы все-таки закладываем 180 млн, и они нам доводятся правительством усиленно. Номинальная среднемесячная заработная плата – 5 млн 400 тис. рублей. По индикативным валовый оригинальный продукт с темпом взрослого 102,5%. Выручка от реализации продукции и услуг в расчете на одно среди списочного работника – 501,9 млн рублей, или 115,2% к уровню текущего года. С учетом всех показателей был сформирован и утвержден региональный бюджет на следующий год. Он планируется профицитным и сохраняющим социальную направленность. Самое главное – статьи расходов выплата зарплат, стипендий, пособий и пенсий, а также выполнение социальных стандартов. Среди них – текущий капитальный ремонт объектов образования и здравоохранения, благоустройство населенных пунктов. С учетом утвержденных макроэкономических показателей некоторых изменений налогозаконодательства, бюджет области на 2014 год определен по доходам в сумме 15,745,000,000 рублей, и по расходам в сумме 15,686,000,000 рублей, с профицитом 59,000,000. Формирование бюджета области с профицитом вызвано необходимостью обслуживания долгов местных органов власти, в основном на покупку у банков ценных бумаг, выпущенных область полкома в предыдущие годы. Анастасия Стропко, Александр Воронин, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Глава региона Константин Сумар провел пресс-конференцию для директоров и главных редакторов средств массовой информации области. Она прошла на базе Пружанского района и была посвящена итогам уходящего года и дальнейшим перспективам развития области. В мероприятии приняли участие порядка 50 метров журналистики, представивших брестские государственные и негосударственные СМИ. За два часа работы Константин Сумар ответил на все вопросы, которые интересовали журналистов. О наиболее ярких и важных ответах в материале Лариса Осмолович. Хорошие инициативы приживаются легко и становятся традиционными. Таковых на Брещене немало. Регулярными стали и встречи губернатора региона Константина Сумара с представителями средств массовой информации. В этом году руководителям медиапространства области предложили увидеть воочию Пружанский край, который славится своей экономической стабильностью, а также богатым историко-культурным наследием. Лучше один раз увидеть, чем неоднократно слышать. Поэтому посещение уникального Ружанского дворцового комплекса САПЕК XVI века произвело на гостей много видевших впечатление достаточно сильное. Ведь до 2008 года здесь были лишь руины. Процесс реконструкции позволил воспроизвести былое величие, а по крупицам собранные экспонаты возвращают во времена Великого княжества Литовского. Познавательной стала экскурсией по комбикормовому заводу. Перспективное современное предприятие, продукция которого востребована и на белорусском рынке, и в зарубежье. Быть в Пружанском районе и не побывать в деревне Мокрая было бы непростительно. И, конечно, первый объект, который посетили мэтры журналистики, гордость руководителей открытого акционерного общества – журавлинное учебно-педагогический комплекс «Детский сад», «Школа-деревня». Если быть откровенной, такому комплексу завидовать могут школы районных центров. Все в этом комплексе в комплексе. И уютные классы, и спортивные залы, и столовая, и бассейн. Но, что весьма важно, ребята здесь в пределе. Кружки различной направленности. Гостям показали работу юных журналистов. Они и газету верстают, и радионовости выпускают. Вот где искать резервы. Все вышеназванное говорит о том, что средства вкладываются разумно, обеспечивая качественную жизнь людей сегодня и думая о завтрашнем дне. Если взять Ружаны, к примеру, не просто реставрации, не просто возрождение вот этой жемчужины на Ружанской земле, это еще и проведение такого замечательного мероприятия. И вот мы после реставрации замка начали проводить, я думаю, многие об этом знают, Ружанская брама. Понимаете, какая радость была у местных жителей. Никогда у них не было такого большого мероприятия, где можно посмотреть звезд белорусской эстрады, звезд, скажем, коллективы Брещены, столицы наши и так далее. У людей такой возможности не было. Они больше начали гордиться, наверное, и своим населенным пунктом, и поселком, и одновременно гордиться, наверное, нашей Белоруссией. Что мы белорусы, что мы живем в Белоруссии. Для большинства руководителей СМИ эта экскурсия дала повод для тех вопросов, которые назрели, но любопытство было удовлетворено уже в начале пресс-конференции. Константин Сумар рассказал, что уже сделано в области за год уходящей, и о том, какие планы поставлены перед регионом на ближайшее время. Ключевая фраза главы региона – залог успеха и выживания в меняющихся экономических условиях – модернизация производств. 1.230 производств проходит сегодня этот процесс, который не может быть простым и быстрым. Это, по выражению губернатора, экономическая модернизация. В этом направлении Брещена превосходит средний республиканский показатель. Такой пример или вот эти результаты говорят о том, что тут не надо даже и говорить, или кого-то агитировать, что надо проводить модернизацию. Именно в этом заключается и наше выживание в том мире, который сейчас тоже развивается. И это нам даст возможность выжить и при тех уже изменяющихся условиях новых, которые касаются Евросоюза, тех евростандартов, которые вводятся. Потому что как бы там ни было, Российская Федерация, она, будем говорить так, уже в одной ногой и там. И те требования по качеству, по цене и так далее, они как раз, мы должны тоже на это ориентироваться, потому что мы уже не в замкнутом каком-то, будем говорить, живем пространстве. И именно через модернизацию, о чем президент нам об этом напоминал, мы сможем выжить и строить свою нормальную экономику. Все должно получиться. Поскольку нелегкий 2013 год показал, что брестские люди работать умеют. Темп просто выше, чем в целом по стране. Также выше розничный товарооборот. Выросли экспортные поставки. В итоге на Брещене сформирована положительная внешнеторговая сальда. Достаточно высокие показатели и в агрокомплексе. Труженики села – лидеры по объему экспортных поставок, сельскохозяйственной продукции и продовольствия. И надо сказать, что вот наш удельный вес – это почти 25% от всего экспорта продовольствия, который мы имеем в нашей республике. И если говорить о сельском хозяйстве, то довольно многое было сделано, чтобы обеспечить динамичное развитие этой отрасли. И вы знаете прекрасно, тем более вы всегда являетесь свидетелями тех работ или тех подвижек, которые мы имеем в этой отрасли. И очень много мы с вами бывали, например, на молочно-товарных фермах, которые мы уже, вот то задание, которое было доведено президентом, мы уже выполнили на 92%. И у нас осталось только определенные проблемы по 16 молочно-товарных фермах в нашей области. И я думаю, что мы не справимся только с 8%. Многие вопросы журналистов были предупреждены губернатором, но остались и те, о которых хотелось бы услышать представителям СМИ. Развитие малых и средних городов строительства, жилищного фонда, в частности, аренного жилья, будущие дожинки и новые предприятия на районах, тематика вопросов была самая различная. Обстоятельные ответы были даны губернаторам на все вопросы. И заканчивая встречу, Константин Сумар поблагодарил всех присутствующих за объективность, правдивость и актуальность тех публикаций теле- и радиосюжетов, которые выходили в эфир. Все это, несомненно, помогает руководителям в работе. Хотелось бы, чтобы мы и дальше так вот продолжили нашу с вами работу и в 2014 году, и в 2015, и так дальше. Потому что от вашей работы, я еще раз хочу это подтвердить, очень многое зависит в работе всего народно-хозяйственного комплекса. Все мы, по исходя из силы своих возможностей и то направление, которое вы ведете, сделали очень многое для того, чтобы наши результаты все-таки были таковыми, а не чуть-чуть меньше. И в этом очень я еще раз хочу сказать большая заслуга вашей. Я хочу вам сказать большое спасибо за это. И самое главное за то конструктивное понимание, изложение и создание определенной какой-то атмосферы, деловой. Эти встречи уже имеют свою десятилетнюю историю, и они уже выработали такой уровень общения и конкретной реализации всех предложений, которые поступают во время встреч этих. Поэтому нынешняя пресс-конференция, она тоже богатая теми добрыми делами, которые были в экономике, в социальных вопросах. Конечно, проблем много, вопросов много, но средства массовой информации не стоят в стороне. Это все придает согласности, есть аналитические публикации. И вот на этих встречах всегда Константин Андреевич ставит конкретные задачи углубления и такого аналитического подхода к любым вопросам. Будущий год ставит новые задачи перед руководителями, перед тружениками. В числе приоритетов – модернизация, создание новых производств по выпуску продукции, с высокой добавленной стоимостью, улучшение качества жизни, а главное – желание каждого человека работать сегодня так, чтобы не было стыдно потом. Лариса Осмолович, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Проблема среды без барьеров гораздо масштабнее, поскольку ее решение должно быть направлено на устранение не только физических, но и моральных преград. Это неоднократно подчеркивал глава региона Константин Сумар на декабрьском заседании облсполкома в ходе рассмотрения вопроса по выполнению государственной программы по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011-2015 годы. В Беларуси, в частности, на Бречне, за последние десятилетия общественное осознание сделало значительный шаг вперед в признании очевидной, казалось бы, истины. Люди с ограниченными возможностями нуждаются не только в гуманности. Они хотят быть равными со всеми. Таков цивилизованный взгляд на проблему адаптации инвалидов, которую приходится решать в каждой стране мира. Проблема эта многоаспектная. Она включает вопросы социальной, медицинской, трудовой реабилитации инвалидов, бытовые условия, доступность объектов, социальной инфраструктуры и так далее. Деньги, которые вкладываются в создание безбарьерной среды, это своеобразный вклад в общее будущее. Ведь никто не молодеет, никто не застрахован от травмы и болезни. Тема важная, актуальная и весьма серьезная. И сделано уже на Бречне в этом плане достаточно много. За три прошедших года 239 объектов получили безбарьерную среду. Из них 202 объекта, включенных в областные мероприятия и 37 сверхпрограммы. Освоено на эти цели 2 млрд 624 млн рублей. К сожалению, на 19 плановых объектах работа не выполнена. В их числе два административных здания в Каменецком районе, одно и в Ивановском, 12 учреждений здравоохранения по городу Барановичи и областной онкодиспансер. В следующем году в указанных регионах необходимо не только создать безбарьерную среду на объектах 2014 года, но и ликвидировать отставание, которое допущено в текущем. Сделано немало, но, безусловно, далеко не всё. Это работа на долгие годы. Сменится не одно поколение, пока исчезнут последние барьеры. Следует иметь в виду, создание безбарьерной среды требует не только солидного финансирования и длительного времени, но и готовности общества принять инвалида как равного и желание самого инвалида занимать более активную жизненную позицию. Необходимы дополнительные меры для того, чтобы снять с повестки дня наиболее значимые социальные вопросы. И эти меры на Брещене будут приниматься. Банк развития Республики Беларусь открыл свой филиал в городе над Бугом. Решение подобного расширения штата обосновано. Банк развития взаимодействует в Брестской области со 119 субъектами хозяйствования, обеспечивающими реализацию инвестиционных проектов, предусмотренных государственными программами, и сопровождая 225 кредитных договоров. Один из крупнейших проектов, который уже реализован на Берестейщине, благодаря такому взаимовыгодному сотрудничеству, первая очередь западного обхода города над Бугом. В списке крупных проектов на будущий год стоит строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения «Ситницкая». Как отметил Сергей Румас, председатель правления Банка развития, в ближайшее время планируется также приступить к разработке программы поддержки малого и среднего бизнеса. Развитие предпринимательства во многих странах является одной из главных целей подобного рода банков. Долгостроение, некачественное выполнение работ, несоблюдение сроков сдачи. Президент страны поставил четкую задачу. Строительство последнего проблемного дома должно быть завершено не позднее будущего лета. В рамках областного семинара представители власти и руководители организаций строительного комплекса Брестской области посетили ряд объектов города, определили проблемные вопросы и пути их решения в строительной сфере. Совещания по вопросам строительства, на которых подводятся итоги работы в этой сфере, проводятся в области ежемесячно. Поэтому масштабных проблем особо не возникает. Главное – вовремя найти пути решения того или иного вопроса. Сегодня задача номер один – успеть ввести в эксплуатацию новостройки юго-западного жилого района города в этом году и не допустить долгостроев. И сделать это нужно так, чтобы в погоне за сроками качество не ушло на второй план. В Брестской области таких домов в этом году не будет, которые мы не справимся и которые перейдут в разрад долгострою. Закончим все дома. Другое дело, что вот сейчас те дома, которые мы должны были бы в конце декабря месяца вводить, некоторые дома, а их десяток, просто не идет финансирование. Здесь как раз не вина строителей, а вина именно по финансированию. Я не хочу уже называть виновников это все, но именно в этом плане все это. Именно сходя из неритмичного финансирования. Поэтому я думаю, что если что-то и перейдет на будущий год, то это те дома, которые будут просто не профинансированы где-то. И то мы постараемся, чтобы их в нас не было. Сегодня на Брещене насчитывается 10 проблемных домов. Их ввод в эксплуатацию запланирован на первое полугодие будущего года. Работа в этом направлении не должна останавливаться, так как только тщательный контроль и постоянный мониторинг ситуации позволяет урегулировать сферу строительства и в скором времени решить жилищный вопрос. Но еще одно важное событие в городской жизни прошло на этой неделе. После реконструкции в торжественной обстановке был открыт пассажирский комплекс станции Брест-Центральной. Можно утверждать, что это важно не только для Бреща, но и для жителей всей Беларуси. Ведь Брестский железнодорожный вокзал – историко-культурная ценность и визитная карточка страны. Итак, знакомьтесь, Брестский железнодорожный вокзал в новом облике. Наверное, нет в Беларуси человека, который бы не был на железнодорожном вокзале. Поэтому многие сойдутся во мнении с автором этого материала. У вокзала своя жизнь, своя атмосфера, свой аромат. Шум, гвал, суета – все куда-то спешат, кто-то кого-то встречает, а кто-то провожает. Вокзал – это особая жизнь. Жизнь под стуки гудки проходящих поездов. Город в городе. Поэтому, насколько комфортным и уютным он будет, во многом зависит и настроение пассажиров. Брестский железнодорожный вокзал – уникальное место. Он – визитная карточка Беларуси, но самое главное – уникальный историко-культурный памятник. Поэтому в его реконструкцию вкладывалась душа из сердца всех участников этого трудоемкого, дорогостоящего проекта. На сей момент уже вложено порядка 242 миллиардов рублей. Но потраченных денег не жалко. Вокзал получился достойным, сохранившим былое великолепие и значимость. Действительно, этот вокзал является визитной карточкой нашей страны. И от того, какое первое впечатление он придает нашим гостям из Запада или из других стран, они совсем по-другому потом оценивают и нашу страну. И я должен сказать, что действительно вокзалу более 120 лет. И он видел, например, и пассажиры, и Российскую империю, и Советский Союз, и сейчас нашей родной Беларуси. Поэтому то, что сделано строителями, и то, что еще будет сделано, когда закончится третья очередь, и Варшавская сторона, то, я думаю, будет очень достойный такой узел, который будет украшать нашу страну и наш Брест. Это ворота нашей страны. Мы видели много комплексов вокзальных и в Берлине смотрели везде. Все это стекло, бетон, все это, будем говорить, красиво. Но вот этот теплый вокзал нашей родной Беларуси, к которой приезжают иностранные гости страны, им больше нравится вот эта теплота. Торжественное открытие пассажирского комплекса станции Брест-Центральный собрало не только руководителей вертикали, но и немалое количество брещан. Все-таки для города это событие. Но главное – экскурсия по обновленному зданию. Первыми вместе с руководителями области и города оценили вокзал журналисты. Понравилось. Все по высшему разряду. Зал ожидания на 240 мест. Плюс зал повышенной комфортности и зал для лиц с ограниченными возможностями. Бары, бестро, автоматические стационарные камеры хранения, комнаты отдыха, гостиница. Создана система пространственного ориентирования с применением на белорусском и английском языках. На современных табло все видно, четко слышно, что говорит диктор. Самое главное – все сделано людьми для людей. Качественно и удобно. Этот вокзал, который будет служить и будущим чемпионатом мира, может быть не по хоккею, а по футболу, по гробным видам спорта и так далее. И для тех миллионов и миллионов людей, которые пересекают как раз нашу страну. Я вот только сегодня узнал, что в этом году уже было более трех миллионов пассажиров, которые прошли именно через железнодорожные наши пути, через этот вокзал. Это огромная цифра. Поэтому он будет этот вокзал радовать людей и создавать уют и возможность нормально, комфортно пересечь нашу границу на сотни-сотни лет природы. В 2014 году полностью завершится реконструкция комплекса зданий вокзала и второй очереди строительства варшавской стороны. Но уже сегодня жители города Бреста и гости по достоинству оценили комфортность Брестского железнодорожного вокзала. Вообще обстановка мне понравилась. Мне кажется, что это один из лучших вокзалов Беларуси. Нам показалось, что мы в Париже. Очень молодцы. Неожиданно даже. Очень красиво. Здесь очень красиво. Я думаю, красивее еще будет. А по комфортности вас устраивает? Очень. Очень. Двери, туалет. Все на месте. Вопросов нет. Ничего. Все легко найти. Я считаю, что изменения только на пользу. А вы заметили, что вообще архитектурный дизайн, сталинский ампир, такой, как его называют, остался прежним? Ну, что сохранены исторические конструкции и исторический дизайн, да. И это очень хорошо. Я считаю, что и цвета сохранены хорошо. Вот. Вокзал красивый. Даже здесь нахожусь, как в квартире. Осталось вот полчаса до поезда. Испытываю удовольствие, и уходить не хочется. Обошел все помещения, и все очень. Я хочу сказать, уже с вами в Минск позвонил, чтобы они меня позавидовали. Лариса Осмолович, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале БУК-ТВ. Говорим не только об актуальном и важном, но и об интересном и познавательном. Танец – совершенно особый вид искусства. Он помогает не только развивать физические способности. Это отличный способ держать себя в хорошей спортивной форме, развивать память и шанс не страдать депрессиями. Танец дарит человеку невероятно приятную возможность раскрыть свое внутреннее «я», обрести гармонию и подарить заряд энергии и здоровья организму в целом. Недавно этот вид искусства был вынесен в определенную так называемую медицинскую дисциплину – танцотерапия. Разбиралась в этом непростом направлении Анастасия Ноздрин-Потницкая. Красота и изящество, легкость, играция. Танцы всегда вызывали восхищение, поэтому пользовались особой популярностью у публики. Однако за всей этой красотой скрывается огромная работа, тяжелые тренировки и постоянные домашние занятия. В танцевальной студии «Променщик» об этом знают не понаслышке. Элина Максименко и Максим и Паша Галюк – воспитанники коллектива. Занимаются сравнительно недавно. Однако, отличаясь целеустремленностью и настойчивостью, ребята кропотливо оттачивают каждую технику, невзирая на усталость. С детства очень люблю танцевать. Я выступала еще до танцев на многих концертах. Сюда я пришла, потому что позвала сердце. И я встретила очень хорошую учительницу Натару Тамару Васильевну, которая мне дала чувство любить танцы, дала мне многие знания в танцах. Меня позвала туда учительница, которая учила Пашу. Мне понравилось тут, потому что у меня тут есть друзья. Я могу тут танцевать. Мне это нравится. Тренер и верный наставник ребят Тамара Натарова понимает по-настоящему, что такое занятие танцами. Поэтому старается создавать для ребят благоприятную обстановку. Ошибки каждого разбирает индивидуально. Все разновидности танцев исполняются под определенную музыку. А это значит, что ежедневные тренировки превращаются не только в чисто техническую отработку элементов танцевальной композиции, но и в способ хорошего развития памяти, а также отлично помогают укрепить сердечно-сосудистую систему. Первое – это развитие памяти. А память нам нужна и в школе, и когда мы что-то читаем, и записываем, и в жизни. Дальше физическое развитие. И умение ориентироваться быстро в каком-то пространстве, во времени. Если, предположим, какие-то дела дети делают и могут это долго выполнять, то в хореографии нет. Надо мыслить и соображать очень быстро, поскольку все связано с определенным отрезком музыкального материала. Получаешь от этих детей, конечно же, и трудно с ними работать, но зато и обратная энергия какая-то, за их вот это озорство, за которое мы часто ругаем, а с другой стороны, наверное, и мы молодеем душой. Правда, вот в этом взаимоотношении с детьми. На самом деле, ребятам из танцевальной студии «Променчик» по-настоящему повезло. Они выбрали очень хороший способ не только развиваться, как профессиональные танцоры. Во время тренировок ребята укрепляют здоровье, помогают своим мышцам учиться вовремя напрягаться и расслабляться. Занятия танцами развивают подвижность, координацию и гибкость. Кроме того, они благотворно влияют на сердце. По своему оздоравливающему воздействию на организм, танцы сравнимы с лыжным спортом и плаванием. Но для того, чтобы покататься на лыжах, нужна как минимум зима, а для плавания – водоем. А танцы требуют только отличного настроения и желания. Это неоднократно подчеркивают врачи. Наверное, танцы – это один из наиболее полезных, интересных, увлекательных и красивых видов физических нагрузок, которые мы с удовольствием рекомендуем своим пациентам, которые страдают болями в пояснице, которые страдают синдромом хронической усталости или которые отмечают повышение артериального давления. Эти непродолжительные, но активные физические нагрузки позволяют снизить стрессовую нагрузку, позволяют уменьшить артериальное давление, помогают сжечь лишние калории, уменьшить уровень холестерина, который является бедой 21 века. Поэтому мы рекомендуем и молодым, и пожилым, и взрослым по возможности танцевать. В 21 веке самым распространенным заболеванием стала гиподинамия, недостаточность движения. Очень уж обездвижена наша жизнь, которую постоянно облегчают роботы и компьютеры. Поэтому в свободную минуту включите музыку и уделите хотя бы несколько минут себе. По мнению специалистов, например, для женщин исключительно полезен танец живота. Он помогает поддерживать фигуру в тонусе, а также разрабатываются мышцы, которые в обычных для человека движениях не сильно фигурируют. Нельзя не сказать и о зажигательном фламенко. Резкие и интенсивные движения руками помогают с легкостью развить и укрепить мышцы, а также распрямляют спину. В пользу танцев есть много плюсов, однако, как бы ни были хороши слова, главное действие. Поэтому выбор за вами. Танец – это твой пульс, твое сердцебиение, твое дыхание, это ритм твоей жизни. Это выражение во времени и в движении, в счастье, радости, грусти и зависти. Это сказал великий американский танцор Жак Дамбуа в прошлом веке. Но как это актуально и сегодня? Танцуйте! Это принесет вам положительные эмоции, энергию, настроение и здоровье. Вы смотрели итоговую программу BookInform, и это все, о чем хотели вам рассказать наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы. Просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей. До встречи в эфире. В воскресенье 22 декабря на территорию Беларуси начнут поступать неустойчивые воздушные массы с Балтики. Ночью и утром в отдельных районах страны образуется слабый гололед на дорогах Гололедица. Но день будет ярким и солнечным с юго-западным порывистым ветром. Температура воздуха минимальная ночью 0,2, максимальная днем до 5 градусов тепла. В понедельник 23 декабря погоду в нашей стране будут формировать смещающиеся западные Европы, фронтальные разделы и теплые воздушные массы атлантического происхождения. На большей части Брестской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные и утренние часы кое-где не исключен слабый гололед. Отдельные участки дорог останутся скользкими. Ветер юго-западный, днем местами сильный, порывистый. Температура воздуха повысится и составит ночью 4-6 градусов, температурный фон дневных часов 6-8 тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова